Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы Персонально Ваш Добрый день, на Эхе Москвы в Уфе программа Персонально Ваш У микрофона Руслан Валиев, вместе со мной в студии политтехнолог Андрей Пателицын Здравствуйте Добрый день Мы в прямом эфире, а также прямая трансляция в Фейсбуке, на Ютубе и в социальной сети ВКонтакте у нас также сегодня запущена Номер для смс-сообщений, для Ваших вопросов, плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один Все работает, присылайте вопросы и не забывайте, пожалуйста, подписываться У нас с Вами первая встреча после событий, как Вы их называете, одиннадцатого октября, да? День республики запомнился тем, что у нас поменялась власть в республике И хотелось бы начать вот с какой темы Вы, Андрей Сергеевич, один из самых главных, наверное, критиков были Рустама Закеевича Хамитова в последнее время Удовлетворены тем, что произошло у нас? Ну, безусловно, как бы, вот та часть населения республики, которая, ну, увеличиваясь в количестве Была против того, что делал Хамитов на территории Наверняка, у Дмитрия, я тоже присоединяюсь к этим людям И ни для кого не секрет, что, ну, как бы, с Хамитовым у меня были сложные отношения Они даже где-то в личной плоскости лежали Я никогда этого не скрывал, да, я его был оппонентом И да, я доволен тем, что его убрали Так, условно говоря, на самом деле его действительно убрали По-моему, это нельзя называть То есть для него лично вот это событие 11 октября непосредственно не было ожидаемым, на ваш взгляд? Ну, я в голове у него не копался Насколько он предполагал, ожидал это все именно 11 сентября Это сложно сказать и не имеет, на самом деле, никакого значения Другое дело, что вот эта некоторая экстравагантность этого события, скажем так Я, честно говоря, уже в последние недели эту тему со многими людьми, со СМИ обсуждал, ну, практически регулярно И в начале прошедшей недели я говорил о том, что, ну, конечно, на этой неделе ничего не должно случиться Потому что, ну, все-таки тут вот праздник, день независимости, день республики, ну, и так далее То есть это вот в моей логике было Ну, как выяснилось, логика иногда меняется Ну, если взять все-таки причины, которые побудили все-таки Мы же понимаем, что президент России Путин это решение принимал То, на ваш взгляд, каковы это были причины? И есть ли среди этих причин, например, результаты выборов в Курлтай, которые у нас прошли в сентябре? Однозначно, единой причины какого-то события не существует Это, на мой взгляд, набор данных, набор каких-то событий, которые накопились за прошедшие 8 лет И которые, конечно, в массе своей случились в последний, там, год-полтора То есть именно вот последовательность событий и несобытий, которые были в республике вот в этот период Они накопились и дали вот такой эффект Ну, то, что, в общем-то, условно говоря, терпение лопнуло Значит, тут, конечно, есть много причин, на самом деле Ну, основные, если выделить Да, почему, скажем, Кремль избавился от Хамитова Этой осенью ситуация изменилась достаточно серьезно вообще в стране И она еще будет меняться, я имею в виду и надвигающийся на нас экономический кризис Который еще, на самом деле, толком и не начался И, ну, люди, мыслящие серьезно, а не с пропагандистских позиций Они понимают, что нас ждет этот кризис События в Приморье, в Хакасии, значит, и теперь уже в Ингушетии Говорят о том, что вот этой безоговорочной стабильности и управляемости территорий Ну, буквально, там, телефонными звонками уже больше, наверное, не будет Соответственно, Кремлю понадобились люди, которые могут управлять территориями Ну, скажем так, более эффективно, чем Хамитов То есть, трезво оценив его способности к управлению И, собственно, неспособности, которые он демонстрировал в последнее время регулярно Ну, Кремль принял вот такое для него роковое решение В том смысле, что они дали оценку, что он не способен в новых обстоятельствах эффективно руководить То есть, если обстановка в стране была более или менее благоприятной То Кремль бы устраивал и Хамитов даже при том, как он работал Ну, история не терпится слагательных наклонений То есть, может быть, да Потому что, скажем, он вполне устраивал достаточно длительный период Определенные группы лиц Я уже много говорил о том, что, ну, Хамитов в некотором смысле счастливчик Который достаточно умело пользовался обстоятельствами исторической данности Значит, на определенных этапах То есть, интересами Сечина, интересами Кремля в момент прихода на... Ну, его прихода сюда на замену Рахимову и так далее, и так далее То есть, ну, а теперь, видимо, этот запас удачливости был исчерпан Но и в силу вступили более такие серьезные аргументы Потому что мы должны понимать, что для федеральной власти смена губернатора – это всегда стресс То есть, чтобы сменить губернатора, нужно иметь очень веские причины Нужно понимать цели задачи подобного стресса для региона Потому что, насколько бы лучше не был следующий губернатор Ну, условно, хотя бы лучше на данный момент Это всегда, ну, крупнейшие изменения на уровне региона Это всегда, там, и кадровые перестановки И это всегда все равно ошибки Которые неизбежно допустят вновь пришедший губернатор Потому что ему поставлена задача быстро менять ситуацию Когда человек торопится, человек как бы действует в жестких условиях Он неизбежно какое-то количество ошибок допустит Ну, они могут быть фатальными или не очень, скажем так Ну, если говорить о Русте Мехаметове Он заявил, что политикой заниматься не будет Вы видите его в каких-то бизнес-структурах? Башнеф, например? Вполне возможно его воцарение в Совете директоров Башнефти Я не уверен, что он возглавит его Может быть, какое-то время он еще будет представлять республику В Башнефти Это техническая, на самом деле, должность Потому что, ну, напрямую от него не будет зависеть Какие-то ключевые моменты Вообще-то в традициях федеральной власти Определенным образом отмечать даже ушедших функционеров Кроме того, учитывая, что это всегда некий круг И круг определенного доверия Которым в свое время пользовался Хаметов То есть, человека все-таки далеко нельзя отпускать То есть, я думаю, что что-то будет такое предложено Но не имеющее каких-то серьезных полномочий Каких-то возможностей Я напоминаю, что в гостях программы «Персонально ваш» Политтехнолог Андрей Пателицын Мы обсуждаем события, связанные с отставкой Рустема Хамитова И назначением радио Хабирова Номет для СМС плюс семь девятьсот двадцать семь Тристо четыре десять пятьдесят один Скажите, а вот судя по фейсбуку вашему Вы были в аэропорту нашем в ночь на 12 октября Я маму встречал А, вот так вот Это была классификация Ну а кроме мамы вы там что-то увидели в эту ночь? Кажется, классификация Нет, ничего необычного я там не видел на самом деле Это просто было как бы некое веселье для публики То есть, очень многие клюнули на эту, на самом деле, достоверную информацию Соответственно, почему было не повеселиться? Ага А по вашим данным, радио Хабиров действительно в эту ночь прилетел в город? Или все-таки это было раньше? Насколько я знаю, он вообще на следующий день прилетел То есть, там еще было интервью Красногорске Там еще было, как было, там что-то в Москве делалось Ну, это на самом деле не имеет большого значения То есть, момент его приезда, там, сутками раньше, сутками позже Ну, вовремя приехал, в принципе Вот когда политологи и журналисты в своих материалах анализируют, сравнивают, да, какие-то прогнозы строят Многие говорят, что политика радио Хабирова может оказаться более жесткой Вот в сравнении с Рустемом Хамитовым И часто вспоминаю, что при всем, при том, Рустем Хамитов был лоялен, либерален относительно, да, вот в том числе по отношению к свободе слова Вы как считаете на этот счет? Дело, наверное, здесь не в личностных качествах Хотя, безусловно, они отличаются Очень разные люди по характеру, по складу и по образу действий Дело в том, что сейчас нынешняя реальность, она требует от руководителя республики Здесь, значит, на месте Решительных действий Хотя бы по ликвидации, оперативной ликвидации тех последствий, которые, в общем-то, нам принес Хамитов И его команда Хотя, вот, я бы это слово взял в кавычки Потому что Хамитову так и не удалось создать команду Это больше похоже, на самом деле, на банду Вот, где нет такого четко слаженного механизма взаимодействия Где есть личные интересы Где есть постоянное взаимное предательство там и так далее То есть, вот, подобная конструкция, конечно, недопустима для командного вида работ И ради Хабиров, хочет он этого или не хочет Это, вот, вообще вопрос такой совершенно незначительный Я имею в виду желание его личное Он будет вынужден заниматься достаточно интенсивными кадровыми решениями Ну, сегодняшний день уже показал его подходы некоторые к некоторым вопросам Но то, что сегодня происходило на заседании правительства Это, скорее, такая первая острая реакция на наиболее понятные, актуальные проблемы Проблемы со здравоохранением в республике давно понятны всем Это проблема, в первую очередь, управления Кадров недостаточно компетентных и недостаточно чистоплотных, которые руководят этим ведомством Но есть более сложные и более непонятные проблемы, которые предстоит решать Хабирову Потому что здравоохранение и та система, какая построена в России Вот, я имею в виду снабжение организации этой отрасли Она достаточно понятная Выделяются определенные деньги, исходя из определенных расчетов И эти деньги нужно просто эффективно тратить Но есть другие проблемы, которые сейчас радио Фаридовичу достанутся И они уже достались, собственно, ему в наследство Которые он будет вынужден тоже решать Но я говорю, в первую очередь, о долевом строительстве И о некоторых других вещах, которые... Вопросы земельные Которые... Ну вот, он... Хамитов ушел, а проблема осталась Земельные... Это что вы имеете в виду? Ну, имеется в виду вопросы пригородных земель Выделение земель под строительство и прочие-прочие вещи Вот эти, которые у нас чрезвычайно запутаны Нет концептуального решения и так далее То есть, здесь задача посложнее Потому что это не просто функционал какого-то ведомства Какой-то организации, которая плохо работает То есть, надавал по башке, уволил там двух министров И вроде как дело пошло Здесь так не получится Тут нужно будет искать более сложные механизмы Не знаю, как поступит новый глава республики Вот в отношении именно долевого строительства Потому что, скажем, копировать методику Которая была реализована в Красногорске На нескольких объектах долевого строительства Там тоже такая же проблема СУ-155 и Урбангрупп Наверное, не получится в Башкирии Потому что там все-таки использовались бюджетные деньги Для решения этой проблемы Но, с другой стороны, вот сейчас уже умные люди Мне сегодня рассказали о том Что, возможно, есть смысл Обратить внимание на профицит бюджета Который саккумулировал Рустам Закиевич То есть, ну, может быть... За счет него решить Имеет смысл, да Вот эти деньги, в конце концов, направить на эту проблему Потому что, ну, во-первых, политически это воспринимается как странное накопительство Ну, я не очень сведущий человек в финансах региона Ну, для меня странно, скажем, наличие вообще этого профицита Считаете ли вы, что вот тех полномочий и властных ресурсов Которые на сегодня остались у главы республики Как у должности, да, не как у человека Достаточно, чтобы вот действительно как-то ситуацию поменять Хотя бы в некоторых вопросах в лучшую сторону Ну, скажем, этих полномочий Есть мнение, что стало значительно меньше, чем было у Муртазы Рахимова, например, в свое время Безусловно, федеральное устройство, образца начала нулевых И нынешние, они очень сильно отличаются И в плане полномочий глав регионов Действительно бытует мнение о том, что там губернатор Это теперь вообще какая-то очень даже некомфортная, значит, позиция Для, скажем так, крупного чиновника и так далее, и так далее Но, безусловно, существует некий набор полномочий на территории Безусловно, существует некий карт-бланш со стороны федеральной власти Который выдается губернатору То есть есть зоны ответственности, где, ну, федералы, собственно, не вмешиваются В решение губернатора Конечно, есть некий там маневр То есть возможности есть Конечно, по устройству внутри России Как устроено, значит, там налогообложение Потоки денежных средств, значит, оно, ну, может вызывать нарекания И справедливо вызывает эти нарекания Ну, в заданных условиях, в принципе, у губернатора есть определенные возможности Он, в общем-то, должен и обязан их реализовывать Так что есть, что поправлять, есть инструментарий для этого Радиослушатель Альберт, вот вдогонку к тому, о чем мы говорили Про вашу работу у Рустама Хамитова Он тоже об этом вспоминает Вы работали у Хамитова После увольнения вы начали обливать его грязью Некрасиво с вашей стороны, конечно, рассуждает Альберт И спрашивает он Но пойдете ли вы работать к Хабирову? Видимо, если такое предложение поступит Это я уже от себя добавляю Ну, во-первых, не очень я представляю себе позицию в, там, скажем, формирующейся администрации Во-вторых, отвечаю уважаемому Альберту Что есть некое различие между критикой и грязью Значит, я никогда не допускал себе каких-то излишне, скажем, интимных подробностей В этой полемике, которая существовала Заочной, по крайней мере, полемике между мной и Хамитовым Значит, границу не переходил А, извините, критиковать власть это, ну, как бы, я считаю, нормально и полезно даже для власти, во-первых Значит, теперь, то, что касается возможной работы в администрации Хабирова Ну, я пока с иронией отношусь к такой возможности Ну, понимая собственный бэкграунд, который у меня есть Я, наверное, скептически отнесся бы к подобной возможности Ну, если будет какое-то такое интересное предложение по тому профилю, который меня интересует, которым я занимаюсь А я занимаюсь сетевыми вопросами и, как бы, политтехнологиями Ну, почему бы и нет? То есть, работа есть работа Кстати, если говорить про сети, да, Рустам Хамитов начинал с того, что завел блог в живом журнале Как вы считаете, на сегодняшний день подобная практика, что ли, она была бы полезной для нового главы республики? В определенном смысле это было веяние времени, какая-то мода, которую задал Медведев Я считаю, что вообще это полезная история, если у губернатора на это есть какое-то время Либо он выстраивает какую-то конструкцию, когда, ну, ни для кого не секрет, что некоторые блоги некоторых руководителей крупных Ну, ведут, условно говоря, специально обученные люди В этом нет ничего плохого То есть, если, ну, номинальный хозяин этого блога задает четко и понятно, ну, тот вектор, который должен отражать этот блог Это хороший механизм общения с людьми, это хороший механизм получения очень достоверной информации Потому что ни для кого не секрет, что, ну, чем выше стоит начальник, тем меньше у него реальной информации и так далее Ну, а то, что касается Рустема Хамитова, он, проще говоря, захлебнулся в этом всем болоте Он лично в него многократно окунался и так далее То есть, немножко человек оказался не готов То есть, он реально хотел все-таки понять ситуацию Сетевой жизнью, да, абсолютно, я полностью это подтверждаю Я был свидетелем и участником этих всех событий Да, конечно, он искренне хотел понять ситуацию в республике Хотя бы потому, что он ее очень плохо понимал в тот момент То есть, он человек был очень посторонний для этого Территорий Так что, нет, все было по-честному, по-настоящему так Так, прежде чем перейти к более глобальным вопросам Наверное, мы по небольшим пройдем, который нам присылают радиослушатели Вот Владимир вас спрашивает Сколько уже будут перетряхивать засаленную колоду из Единой России? Дождемся ли мы настоящих патриотов, думающих о людях? Владимир, я вас утешу Единую Россию ждет в ближайшие годы полный распад и аннигиляция Он уже начался Так что потерпите еще немного И вот эта засальная колода в большинстве своем уйдет в небытие Но кое-кто из них все-таки перекочует в новую партию власти Которую теперь, значит, кто-то как бы планирует создавать То есть, я думаю, что все-таки кое-какие тузы из этой колоды выпадут Ну, неизбежно кто-то всплывет Тогда вопрос от меня Как вы считаете, вот эта новая политическая сила Она успеет появиться до выборов 2019 года? А нам главу республики сентября Нет, не успеет Не успеет Я думаю, что ее будут создавать в течение 2019-2020 годов То есть, Ради Хабиров, если пойдет от партии власти То даже не от партии, наверное, а от самовыдвиженцем Конечно, 100% Сейчас все сторонятся Единой России То есть, никто из губернаторов И вообще на выборах люди как-то сейчас будут И уже начали, и будут сторониться этой партии На ваш взгляд, вот из той команды, которая все еще остается, да, у нас в Белом доме И вроде Ради Хабиров сказал, что не собирается там резко шашками махать Есть шансы у многих представителей команды Хамитова все-таки остаться, закрепиться в новой команде? У немногих есть шансы, так скажем Ну, а то, что Хабиров сказал, что он не будет сейчас рубить голову Во-первых, это стандартный, в общем-то, подход для любого вновь прибывшего руководителя региона Все так говорят, так скажем И я думаю, что он избрал для себя несколько иную тактику То есть, он не будет действительно рубить головы Он просто людям, вернее, люди сами деятельно докажут и себе, и окружающим свою непригодность к некоторым постам И будут вынуждены уходить Да, может быть, такое случится, что при новом руководителе люди проявят себя с новой, с лучшей стороны и покажут результаты Ну, я уже вот говорил накануне об этом, и еще раз скажу Тогда объясните мне, пожалуйста, а что же вы раньше-то не начали? То есть, вот если вдруг появятся такие энтузиасты, которые будут говорить Мы раньше вот плохо работали, а теперь вот мы точно начнем хорошо работать Ну, логично задать вопрос Под эффективным руководством некоторые люди работают лучше А, то есть, их, значит, угнетал кровавый режим, а теперь они, значит, вот как бы освободились от гнета Хамитова Нет, ну, это лицемерие, конечно Это так называемое переобувание в воздухе Я бы, ну, с иронией отнесся к подобным вероятностям И очень надеюсь, что Ради Фаридович в состоянии распознать подобных убродений Радиослушатель благодарит вас за то, что повеселили Всю ночь не спал, я про 5.30 в аэропорту Пишет человек, который не подписался Подписывайтесь, пожалуйста, когда присылаете сообщение на номер Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один Продолжаем программу персонально ваш на Эхе Москвы в Уфе У микрофона Руслан Валиев Вместе со мной в студии политехнолог Андрей Патрицын Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один Это номер для ваших смс-сообщений Так Как раз смс-сообщение Какое будет отношение Хабирова с башкирскими националистами Задает вам непростой, на мой взгляд, вопрос Салават Вот я очень опасался подобных вопросов Не в смысле темы, а в смысле постановки вопроса Хотелось бы так вот резко ответить Откуда я знаю, какое будет отношение Хабирова к тому всему Любит ли он пельмени там или, я не знаю, пьет ли он водку Но я попытаюсь смоделировать, конечно, ответ на этот вопрос Вообще отношение руководителя республики, руководителя любого региона к националистам Должно быть достаточно нейтральным Потому что, ну, вообще исторически и традиционно сейчас сложилось так Что, ну, национализм воспринимается достаточно с такой долей Большой долей опасения официальной властью Я тоже очень настороженно отношусь к национализму как таковому В нем есть светлые и темные стороны И вообще от национализма всего один шаг до очень нехороших вещей Таких как сепаратизм, нацизм и прочий шовинизм Соответственно, я не думаю, что Радий Фаритович начнет или будет заигрывать И, значит, очень интенсивно взаимодействовать с этими товарищами Однако это не отменяет обязанности, условно говоря, управления внутренней политики Взаимодействовать с подобными организациями До тех пор, пока они находятся в правовом поле Чего, собственно, не делало наше управление внутренней политики И допустило то, что у нас вот эти националистические организации Будь они светлыми или темными Они превратились в некое, ну, дестабилизирующее такое явление Ну, пока еще это незаметно всерьез Но, тем не менее, они набирают силы И они, как бы, уже их нужно учитывать Соответственно, конечно, на них нужно обратить внимание Лично это будет делать Хабиров Или через людей, которые будут у него заниматься Настоящей внутренней политикой Я не знаю пока А вы слышали о конфликте, который вышел в публичное пространство Между Айратом Дельмухаметовым и руководством общественной организации Башкорта Как раз-таки Дельмухаметов обвиняет последних в том Что они, в общем-то, и сливают протест, так называемый, да, националистический И обвинил их в сотрудничестве, как раз-таки, с властями Вот, на этом фоне получается, что все-таки предыдущая администрация работала с ними Если видеть, что это правда Да Вот при такой оговорке На самом деле, конечно, я бы не стал этого допущения делать сейчас Потому что, вот, выслушав обе стороны виртуально Я пришел к выводу, что, ну, Айрат Дельмухаметов, конечно, голословен абсолютно в своих обвинениях Я к тому, что, если у него есть неопровержимые доказательства того, о чем он говорит Эти доказательства нужно предъявить Иначе можно попасть в ситуацию, когда человек обвиняет других в каких-то достаточно, скажем так Неприглядных вещах, по крайней мере, в их системе координат Я имею в виду взаимодействие с правоохранительными органами Ну, собственно, в чем обвиняет Дельмухаметов Башкорт Можно попасть в такую ситуацию, что ты голословен, ты просто людей оболгал и обвинил в чем-то Хотя взаимодействие с правоохранительными органами это вообще-то не преступление и как бы не что-то такое сверхъестественное Важнее не сам факт этого обвинения, важнее, наверное, причина, которую побудили и Дельмухаметова к этому конфликту И вообще природа этого конфликта Я полагаю, что, конечно, вот эти две ветви националистического движения, которые существуют в Башкирии Они находятся в достаточно серьезном кризисе Действия Дельмухаметова не получили того результата, который он ожидал То есть он достаточно давно и, в общем-то, настойчиво трактует свою позицию в этом вопросе Откликовый, я имею в виду, не получил Да, он не получил той поддержки, которую, видимо, ожидал Скорее, это какая-то немножко даже, на мой взгляд, немного истерическая реакция на сложившуюся ситуацию И тут, конечно, либо нужно сейчас разрешать этот конфликт путем дальнейших выяснений отношений, но уже с фактами и какими-то доводами Либо его надо прекращать, потому что любой раскол, любой конфликт, в общем-то, в едином пространстве Это только вред для дела, которое они делают, предположим То есть я не могу себя отнести к выдающимся башкирским националистам, потому я отношусь к этой истории вообще отстраненно Я наблюдаю ту и другую сторону, и мне очень не нравится, что происходит То есть я считаю, что это неправильно Ну, а тогда вернемся к Радио Хабирову Вот хотелось бы вспомнить его тоже бэкграунд Все-таки человек давно известен, да, в определенных кругах, как минимум В 2003 году он возглавил администрацию президента Рахимова Тогда прошли у нас выборы небезызвестные Также в его биографии в период работы в администрации были у нас протесты 2005 года против монетизации льгот в Уфе Дальше федеральная его работа, история с выборами в 2011-2012 годах Прохоров, партия «Правое дело» Вот вы все это в отдельности, может быть, или все вместе, как вы это оцениваете? Это вот как-то может, я не знаю, негативно, что ли, повлиять на рейтинги, условно говоря? Или это вообще не имеет значения, это узкая такая политологическая тема? Безусловно, нужно оценивать человека по тому пути, который он прошел Это, ну, очевидная и понятная вещь Ради Хабиров прошел такой длинный и насыщенный событиями путь И карьера его не была безоблачной Оценивать вот все, по отдельности все эти события, конечно, нельзя В связке, наверное, стоило бы, потому что, скажем так, тут есть такой аргумент, очень понятный Времена такие были, да? Значит, я бы не стал им злоупотреблять этим аргументом Но надо понимать, что, во-первых, в администрации Рахимова Ради Фаридович работал главой администрации Рахимова В той, значит, социальной, экономической и политической данности, которая тогда существовала И оценивать его действия тогда нужно только с той точки зрения То есть, скажем, нынешний глава администрации, если бы вел себя так же, скажем И поступал так же, как поступал глава администрации, там, 12 или 13 лет назад Ну, это было бы сверхстранным Вот, это, во-первых Я бы отметил, ну, скажем так, личную смелость Хабирова Без всякой комплементарности Я имею в виду события 2005 года Вот эти протесты против монетизации льгот Он единственный человек, который вышел к людям Это его личное решение было, как вы считаете? Я думаю, безусловно, личное Потому что, в принципе, любой чиновник имеет право спрятаться за штору То есть, вообще-то, да И я тут как раз не хочу, чтобы меня обвинили в каких-то дифирамбах Но это поступок человека достаточно отчаянного и смелого Потому что, как человек, это может характеризовать Выйти вот к этой толпе и, значит, ну, не понимать, чем это может закончиться Потому что, ну, действительно, ситуация была такая устрая Вот, немногие, скажем, впоследствии могут похвастаться подобными вещами И, как правило, они прячутся за штору То есть, вот, сколько было требований, там, каких-то личных контактов Каких-то, значит, взаимодействий Обычно это все-таки ничем не кончается Ну, характеризуя Хабирова, я бы сказал так Что человек чрезвычайной способности адаптироваться в очень разных средах Напомню, что это единственный человек, который после ухода Суркова Со своего поста остался, значит, и продолжил свою работу в администрации Уже в возглавляемом подразделении Володина А потом еще и при войну, по-моему, поработал или не успел там? При войну... Ну, как раз при нем... Ну, нет Я, насколько я помню, в 16-м году, прямо перед выборами Вот произошла вот эта вот история Это было уже практически конец августа Когда Володину переместили В общем, то есть, если... Мы не можем сейчас дать какой-то четкой, конкретной, там, биографической оценке его личности И, наверное, этого не стоит делать пока, по крайней мере Но многие эпизоды из-за его карьеры, они говорят о том, что это достаточно такая сильная личность, на самом деле Что одновременно и внушает оптимизм, одновременно и пугает, потому что подобные люди способны на многое Вот я как раз к чему клоню, да, понятно, события 2003 и 2005 годов, в общем, понятно, да, ты глава администрации Умурта Зарахимова, и ты, соответственно, выполняешь свою работу Да, но там же была, ну, инсценированная или не очень война двух сторон Вот выборы 2004 года, Ремеенко, стрельба по экранам, ну и прочие там всякие забавные истории Да, значит, поджоги, типографии и так далее То есть, ну, это такая вот стилистика была во время политической борьбы А если все-таки обратить на события более близкие к нам по времени, это 2011 год, это олигарх Михаил Прохоров, его партия, которая из-под носа у него ушла в один прекрасный момент И вот эти вещи журналисты тоже приписывают деятельности Радия Хабирова Насколько мне известно, он принимал участие в этих событиях, то есть, если брать технологически эту историю и рассматривать То это, конечно, успешная операция по нейтрализации определенной силы Насколько это полезно или вредно для, там, политического пространства На тот момент, конечно, ну, я бы оценил это как действие вредное В том смысле, что появление новой политической силы было бы полезно для России, для ситуации Но тогда вот тогда существовавшая концепция и принятые решения были против этого Значит, судя по всему, Прохоров заигрался и это почувствовали в Кремле и решили, значит, вот таким образом, значит, воздействовать на это явление Я не думаю, что Прохоров был бы в состоянии в дальнейшем создать что-то существенное Но на тот момент это было яркое событие То есть, мы видим, например, Титова, который, как теперь стал мемом, да, а что Титов, да? То есть, и где Титов? Вот у меня от Титова ручка осталась на отписью Титов Вот, ну, опять же, это слагательное наклонение получилось бы у Прохоров Ну, да, Ради Фаридович принимал активное участие в качестве направленного бойца, значит, на этот фронт По указанию, значит, руководства администрации президента Нейтрализовать вот эту, ну, как им казалось, наверное, угрозу для каких-то проектов, процессов в политическом пространстве То есть, пойдет ли это нам на пользу, мы не знаем, да? То есть, это может пойти как на пользу? Это умение? А, умение? Нет, ну, то, что Хабиров на всем своем пути обогащался определенными навыками, это абсолютно бесспорно То есть, если бы он остался в Башкирии, как вот сказал мне один из моих собеседников То он, конечно, бы не превратился в ту величину, которая сейчас перед нами И я к тому, что, ну, он мог бы там вообще погибнуть, условно говоря, в этой должности, я имею в виду политически В должности руководителя администрации, он бы никогда не стал главой республики, это однозначно То есть, здесь как раз уместно сказать, что, что бы ни делалось, все к лучшему в данном случае Стал бы Сарбаев, получается? Ну, это вот Кстати, вот на тему Сарбаева Салават нас спрашивает, а возможно ли возвращение Сарбаева? Ну, видимо, куда-то на политический олимп, он имеет в виду В моем представлении это невозможно То есть, немножко зная Раэля Сальховича и вообще те обстоятельства, которые происходили Я думаю, что и сам он не особенно-то стремится к этому Ну, опять же, вспоминая вот дела давно минувших дней, да В общем, сам Ради Хабиров к этому нас подтолкнул Встретившись с первым президентом Мортозой Рахимовым и подав некие сигналы Вот лично вы, что из этой встречи вынесли, да? Для чего это все сделано? Я, как политтехнолог, могу сказать, что это было абсолютно правильное решение То есть, это был некий элемент исправления ошибок Значит, вот то, чего не сделал Хамитов Чьих ошибок? Хамитова Ага То, чего не сделал Хамитов, сразу же мгновенно сделал Хабиров Да, кстати говоря, Хабирову это даже сложнее, по идее То есть, в этом смысле предыстория сложнее Как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон, да А кто забудет, тому оба Соответственно, конечно, ему было сложнее это сделать И тем глупее, на самом деле, поступил Хамитов, кстати говоря Но Хабиров в этом смысле поступил чрезвычайно практично Он получил настолько серьезный эффект от этой встречи Он подал сразу сигналы в очень разные лагеря Которые, скажем так, с осторожностью восприняли его приход То есть, это условные рахимовские Это условные элиты, которые, там, ну, не согласны и с Хамитовым, и с Рахимовым И вообще не удовлетворены просто тем вот этим вот раздраем между этими лагерями То есть, с технологической точки зрения, это абсолютно верное решение Насколько оно сложно ему удалось там лично, ну, тут, значит, человек умеет перешагнуть через какие-то собственные там амбиции По крайней мере, в угоду или на пользу, ну, и собственным интересам, и интересам там каким-то более глобальным Вот так А реальный выхлоп практически для людей, для жителей республики из этой вот встречи, из налаживания отношений Может быть, на ваш взгляд, решение каких-то проблем застарелых? Я не знаю, мечеть, в конце концов, Рахим, которая не строилась в последние годы Ну, чего уж, от такого, собственно, незначительного для экономики события ожидать каких-то экономических эффектов, наверное, не стоит Ну, да, я допускаю, что вот этот ступор, в который попалась ситуация с мечетью, он будет разрешен каким-то образом Возможно, Хабиров поспособствует налаживанию отношений между вот этой религиозной организацией и инвестором Вполне возможно То есть, это нельзя называть каким-то эффектом, результатом для населения Ну, для вот этой конкретной проблемы, да, может быть Вот еще один вопрос к вам, как политтехнологу Другие шаги, да, первые буквально вот два дня, это несколько встреч, это визит Первая рабочая поездка в Башнефть, значит, на территорию, да, встреча со священнослужителями Это все делается как-то по четкому плану, да, вот вы бы как оценили, как политтехнолог? Или это вот так вот, ну, просто вот само по себе напрашивается, иначе быть не может, в общем-то любой бы так сделал Да нет, ну, скажем, встреча с религиозными лидерами, это вообще ритуальное явление абсолютно То есть, это некое представление То есть, ну, скажем, владыка Никон или Тажудин не поедут к главе республики Им как бы это не положено, но он к ним едет, проявляет там какую-то вежливость и прочее То есть, это вообще ритуальное явление, это серьезно можно не рассматривать Поездка в Башнефть меня самому, честно говоря, смутило, я не понял, зачем это было То есть, ну, есть такие тоже ритуальные мероприятия, как там поездка на какое-нибудь предприятие То есть, глава региона должен показать, что он там занимается экономикой Ну, съездил, ну, посмотрел, что можно увидеть там за 30-40 минут пребывания и какие-то, может, серьезные вопросы Ну, это еще в каких-то сигналах, может, кому-то сигнал То есть, все эти сигналы, на самом деле, идут совершенно по другим каналам То есть, важнее, например, то, что, прибыв на рабочее место, Хабиров сразу же затребовал все справки по ходу всех основных экономических процессов республики Это вот важнее, да, то есть, аналитику по этим вещам Вот это да, это вот то, что мы в ближайшее время увидим в публичном пространстве, на фотографиях и на кадрах БСТ нашего северокорейского телевизионного канала Это будет больше, скорее всего, наверное, какая-то декорация, ну, то есть, необходимый антураж для любого главы региона А вот то, что сегодня произошло на совещании в правительстве, да, видео даже было доступно какое-то время Это, ну, скажем так, откровенная, скажем, реакция на то, что видит новый глава республики Или это вот все-таки некая постановка, на ваш взгляд, опять же, часть политтехнологии? Не думаю, что это постановка, я думаю, что это такая обыкновенная и естественная реакция на ту ситуацию, которую мы показали Слово, встает министр здравоохранения и не может ответить на вопрос, встает вице-премьер по строительству и не знает, кто подрядчик крупнейшего объекта с федеральным финансированием Ну и так далее, и так далее, да, то есть, ну, естественно, им по башке за это, то есть, и оценка соответственная То есть, это очень понятное такое одноходовое явление, такая одноактная пьеса, да, то есть, вот встали, не смогли ответить, получите двойку, садитесь Ну, воспринимается электоратом это позитивное Конечно, у нас вообще принято любую критику начальства, вышестоящим начальством воспринимать позитивно, как некий прообраз на ведение справедливости От Владимира еще один вопрос к вам, ну, как к личному секретарю, наверное, уже, ради Хабирова, почему-то не считать Остались ли связи у Хабирова с Уралом Муртазовичем Рахимовым, ваше мнение? Понятия не имею, вот это для меня абсолютно темный лес, вообще фигура Уралом Муртазовича для меня абсолютно не исследованная, более того, абсолютно для меня неинтересная То есть, я никогда не занимался его персоной, как бы, там, естественно, обладаю общепринятыми слухами, которые существуют Может быть, пора? То есть, понятно, вы были занят личностью Роском Закеевича все эти годы? Я думаю, что это какая-то уже отыгранная фигура, в том смысле, что к нему нет никакого интереса ни со стороны федеральной власти, ни со стороны, там, правоохранительных органов Все это утихло и унялось, я думаю, что это, ну, как бы, уже историческая фигура, которая как-то вот так и уйдет в это прошлое Соответственно, какой смысл, практического смысла заниматься этой персоной я не вижу никакого Он не оказывает влияния особого на ситуацию в республике, значит, наверное, по долгу службы Хабиров был знаком с ним То есть, вот так могу я предположить Ну и осталось у нас несколько минут до конца Хотелось бы затронуть тему, которая ушла в тень, но так или иначе она важна Это тема нового главы администрации городского округа Уфы Все те сценарии, которые озвучивались до 11 октября, на ваш взгляд, они еще имеют место быть? Или все будет по-новому? Сегодня мы что-то новое узнаем, например Для меня вообще эта загадка, я упустил этот аспект вот сегодня днем перед передачей У нас продлили конкурс или нет? Сегодня последний день подачи Мне было такими сведениями, сегодня последний день, да Сегодня последний день подачи документов, я полагаю, что конкурс будет продлен И я полагаю, что Хабиров внесет некую свою кандидатуру Ну, опосредованно, естественно, кандидатура сама придет с документами Я пока не буду говорить о фамилии того, у кого выдвинет Хабиров Ну, то есть, некие данные у вас есть, и эта фамилия не из того списка, который ранее продлился? Абсолютно, да То есть, те сценарии, которые предполагались до этого, они, конечно, все перечеркнуты и обновлены А почему бы сегодня не прийти, вот если есть возможность подать документы? Зачем нужно для этого продлинуть? Я не знаю, может быть, это уже и случилось, потому что, как было сказано, после 15-го числа будут опубликованы все фамилии То есть, завтра мы либо увидим полный список, закрытый уже список, я имею в виду, подытоженный Либо завтра мы узнаем о том, что конкурс продлился Вот тут, честно говоря, выпало это все На ваш взгляд, выборы главы республики в 2019 году, они насколько будут интересными, конкурентными, да? Или это все пройдет вот в том виде, как у нас, например, было, в каком там Хамитово последний раз выбирали? По сценарию, который сейчас, в общем-то, существует, и в той данности политической, которая сейчас существует Эти выборы будут конкурентными, интересными и максимально будут преподнесены как, ну, скажем, легитимные То есть, это вообще задача, поставленная перед региональной властью в Кремле То есть, больше вот таких вот массово используемых избирательных технологий, так называемых, в том числе и башкирских избирательных технологий, известных во всех учебниках, их применяться больше не будет То есть, считаете ли вы, что в том числе могут зарегистрировать в качестве кандидата Айрата Дельмухаметова, который заявился? Я не силен в юридических аспектах, если ему не воспрепятствуют его судимости, то, в принципе, наверное, если он соберет 2 миллиона подписей, вернее, нет, не 2 миллиона, 200 тысяч, по-моему, подписей нужно для Республики Башкортостан Еще же там есть муниципальный фильтр, если он все это сделает, если муниципальный фильтр, кстати, не отменится к этому моменту, о чем поговоривают В общем, да, Лапамфилова об этом заявила, а есть ли у вас какие-то еще интересные кандидаты, которых бы вы прогнозировали, как участвующих в выборах главы Башкирии? Я думаю, что от КПРФ кто-то пойдет Кто-то значимый и сильный Ну что ж, время нашей программы подходит к концу, я напомню, что в гостях нашей студии, персонально ваш, был политтехнолог Андрей Пателицын Спасибо вам Спасибо Спасибо всем, кто был с нами, и до свидания